Постмодернизм — сложное понятие. Как правило, сегодня им принято обозначать в качестве зонтичного термина некоторую совокупность концепций и теорий, которые пытаются с одной стороны упразднить постмодерн и с другой стороны пытаются предложить язык описания нашей эпохи, нашего времени, темпорального режима, который был более адекватный, чем язык постмодернистской теории. Здесь начинаются большие проблемы, потому что не вполне понятно, какой именно постмодерн упраздняет каждый из представителей постмодернизма, для кого-то это теория Фредерика Джеймисона, для кого-то это идея Леотара о конце великих нарративов, для кого-то это просто некоторая абстракция, которой они говорят, что ее больше нет. Это не все проблемы. Вторая проблема заключается в том, что многие концепции постмодернизма продолжают мыслить в тех же самых дискурсивных рамках, которые были заложены постмодернизмом при всем том, что как бы мы его не понимали. Постмодернизм предлагал анализ культуры, с одной стороны, и с другой стороны культурных тенденций и искусства. То есть он, собственно говоря, пришел из искусства и архитектуры. Получается, что многие авторы постмодернизма говорят о том же самом. Они просто говорят, как изменилась культура, что ирония сменилась искренностью, мы устали от пастиши и предлагаем место в пастише, новую серьезность и т.д. Однако очень важную связку с постмодернизмом, и это еще одна проблема осуществил вклад в теорию постмодерна американский философ-марксист Фредрик Джеймисон, который в начале 80-х написал статью, которая стала заглавной для его книги 1991 года «Постмодернизм или культурная логика позднего капитализма», где сказал, что экономика и культура суть одна, а постмодернизм отражает собой современный, или как он говорит, поздний капитализм. Здесь возникает вопрос, многие авторы так или иначе не могут не ссылаться на Фредрик и Джеймисона, когда упраздняют постмодерн с одной стороны, с другой стороны, единицы из этих авторов обращаются к этой связке и пишут про постпостмодернизм, но забывают про капитализм. Поэтому могли бы разделить условно все эти концепции постпостмодерна на три категории. Первая категория — это те авторы, которые просто работают с культурой и ищут какие-то знаки времени или язык описания эпохи, исходя из кинематографа, музыки, архитектуры, живописи, литературы, прежде всего, на чем тоже сделал акцент Джеймисон. Они идут по его стопам и используют его как дискурсивные методологические наработки. Все эти авторы, что очень важно, не упоминают сильно изменившегося общества, сильных трансформаций, которое могло бы стать главным аргументом против постмодерна. То, что он не предугадал, хотя у Джеймисона можем найти уже рассуждение о телевидении, и главное о компьютере, и компьютерной технике. Соответственно, те авторы из постмодернистов, которые обращаются к интернету, цифровизации, диджитализации, технологизации и т.д., они менее уязвимы для критики, потому что они говорят, что не просто живопись и кино изменилось, а изменился сам способ существования, нашего общения, коммуникации, меняется субъект и т.д. Третья категория постпостмодернизмов — это когда авторы говорят примерно про то же самое, что у Фредерик Джеймисон, делают акцент на изменениях капитализма, а не постмодернизма. Если называть какие-то примеры, то мы сказали про три группы концепции постпостмодерна. Первая группа — это метамодернизм, гипермодернизм, альтермодернизм, реновализм, перформатизм и дальше еще большой список концепций. Вторая группа — это две концепции, это концепция автомодернизма и диджимодернизма. Третья группа — это концепция британского философа, политического активиста, если угодно, культуролога Марка Фишера капиталистического реализма, он прославился этой концепцией в конце нулевых, и концепция американского теоретика культуры и литературы веда Джеффри Ниллона «Постпостмодернизм». Это еще одна из проблем, связанная с постпостмодернизмом, потому что это с одной стороны зонтичный термин, а с другой стороны этот зонтичный термин в качестве названия своей концепции взял и применил Джеффри Ниллон. Мы просто должны говорить, что есть постпостмодернизм как зонтичный термин и есть постпостмодернизм как авторской концепции Джеффри Ниллона, которую он пытается развивать. Самой яркой, известной, популярной и востребованной сегодня в общественном пространстве, прежде всего, концепцией постпостмодернизма является метамодернизм. Мы возьмем ее в качестве примера. Ее авторы — два европейца, Тиматиус Вермюллер и Робин Ван Ден Акер. Они в 2010 году написали манифест метамодернизма. Они сказали, что это не манифест, но это был манифест метамодернизма. С одной стороны. С другой стороны, они назвали свою статью скромно на заметки о метамодернизме. Это первое. Второе. Очень важно, что их концепция претерпела сильнейшие изменения, когда в конце 1917 года вышла их книга «Метамодернизм. Историчность, аффект и глубина после постмодернизма». Я сразу обращу внимание на то, что они в этой книге встают на плечи гиганта, то есть забираются на плечи Фредерика Джеймисона и сидят, свесив ножки. В том смысле, что идею рассматривать постмодернизм в рамках историчности глубины и аффекта была предложена Джеймисоном. Это далеко не весь теоретический инструментарий, который им предлагают. Он говорит, что у нас утрачено историческое мышление, у нас утрачена глубина, и теперь мы скользим по поверхности. Соответственно, постмодернизм отмечен затуханием аффекта. Их задача сказать, что новая историчность есть, аффект есть и глубина есть, и это метамодернизм. Соответственно, очень важно, что каждой из упоминаемых авторов еще одним третьим редактором сборника была литературой вето Элисон Гиббонс. Буквально до этого, за несколько лет, она в одном из сборников писала статью про альтермодернизм. Альтермодернизм как концепция пошел плохо, поэтому она быстро поменял перья, обулась в воздухе и решила стать метамодернистом. С другой стороны, что они предлагают, это огромное количество авторов, которые пришли и вписались в их концепцию. Сама по себе идея метамодернизма интеллектуально очень уязвима для критики, потому что все те инструменты, которые они предлагали авторы в 2010 году, их очень легко разгромить. Они упоминают Эрика Фегелина, но на самом деле он не работает. Они упоминают еще что-то, в общем, у них не остается ничего, кроме некоторых утверждений, пускай довольно проникновенных, что это некая новая культура, что есть новая чувственность, и мы выбираем некоторый баланс. Вот их главная идея, что когда мы чувствуем, что постмодернистской иронии слишком много, мы тут же бежим назад для того, чтобы быть искренними. Если вдруг мы становимся слишком сентиментальными, то мы бежим и качаем маятник в другую сторону. Собственно говоря, образ маятника — это их идея, что метамодернизм раскачивается на двух полюсах между иронией и искренностью или иронией и новой серьезностью. Дальше они приводят примеры, архитектуры в кинематографе — это фильмы Уэса Андерсона или Мишеля Гондри, которые иногда принято называть квирки. Один из авторов сборника пишет про кинематограф, кто-то про фотографию, кто-то про постправду, литературу. Еще одним важным священной коровой метамодернизма является творчество американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса. Он один из первых, кто стал в 1990-х говорить, что мы устали от иронии, что все телевидение пронизано постмодернистской иронией, мы должны отказаться. И хотя долгое время Уоллеса называли все постмодернистом, по крайней мере, в значении приписываемым жанру американской литературы сегодня, одним из существенных трендов является то, что Дэвида Фостера Уоллеса называют метамодернистом или человеком, который предугадал появление метамодернизма, попытавшись отказаться от иронии и говорить про что-то серьезное. Это спорный вопрос, кем является или не является Дэвид Фостер Уоллес. Но это одна из ярких концепций. Очень важно прочитать этот сборник и их предшествующую статью, разницу между которыми 7 лет, чтобы показать, как сильно изменилась их теория. Их сила заключается в том, что они смогли аккумулировать общественную интеллектуальную энергию для того, чтобы пригласить других авторов в свой проект, потому что сами они ничего пока что предложить не могут. Даже один из главных авторов, на которых они ссылаются, британский теоретик культуры, литературовед Реймонд Уильямс, не упоминают вначале его идею структуры чувства, но делают это ключевой категорией в своей книге. В предисловии они пишут, что метамодернизм — это структура чувства. Теперь давайте обратим внимание, что самое забавное, работает это или нет, это неважно, но в самом введении на протяжении книги «Постмодернизм или культурная логика позднего капитализма» Фредерик Джеймисон называет постмодернизм структурой чувства. Вторая категория — концепция постмодерна, которые говорят про интернет. С одной стороны, это британский теоретик, культурный критик Алан Кирби, написавший книгу «Диджи-модернизм» или как современные технологии влияют на нашу культуру и переформатируют ее. Концепция автомодерна американского социального теоретика Роберта Сэмюэлса. Если говорить очень вкратце, для Кирби все есть компьютер, все есть текст, мы лихорадочно набираем текст, смс, звонки. Он высказал эту идею в 2009 году, еще не были так развиты смартфоны и т.д., и т.д., смс, сообщения, все есть текст, и ничего кроме текста, и один текст, который мы производим только что, тут же упраздняется другим, и это, в общем, некоторый бесконечный текст с одной стороны. Итак, все есть текст. И вторая ключевая идея — то, что новое психическое состояние, которое он описывает, является аутизмом. Если для эпохи модерна это невротик, его главная болезнь — состояние, для эпохи постмодерна это шизофреник, для эпохи диджи-модерна это аутист, который создает свою диджи-вселенную, цифровую вселенную, слушает музыку в плеере, смотрит на ноутбуке кино, и ничего нет больше, кроме его мира. Он говорит, что это псевдо-аутизм, и настоящим героем современности должен быть настоящий аутист, который отрицает все это. Ему не нужен диджи-мир, цифровой мир для того, чтобы быть человеком. У него две идеи, и есть некая сложность или интересность в его концепции, что автомодернизм — это сразу два слова. С одной стороны — это автоматизация, а с другой стороны — это стремление к автономии. Эти две тенденции заключены внутри автомодернизма и пытается в рамках интернета предлагать Роберт Сэммелс. Третья концепция, возможно, наиболее важная и самая интересная, мы можем ее, к сожалению, осветить только в самых ключевых чертах. Джеффри Нилон говорит, что логика постмодерна и логика Джеймисона сохраняются. В этом смысле постпостмодернизм — это просто усиление или, как он говорит, интенсивность, интенсификация и мутация постмодернизма. Следовательно, мы говорим про постпостмодернизм как отражение или культурную логику своевременного капитализма, «just in time» капитализм, как он говорит. То же самое происходит с более ранней концепцией, она предложена ранее на три года, Марка Фишера, который говорит, что капиталистический реализм, Джеймисон прав, когда стал говорить про капитализм и что культура является отражением капиталистических тенденций, но правда заключается в том, что, несмотря на все героические титанические усилия Джеймисона, для того, чтобы описать постмодернизм, я не думаю, что это работает. Сам по себе слово является спорным термином, вокруг него ведутся дискуссии, кроме того, есть некоторые исторические обстоятельства, которые позволяют говорить, что постмодерн не так актуален, а капиталистический реализм актуален до сих пор, поэтому я буду говорить так. Несмотря на это, на протяжении всей довольно небольшой книги Марк Фишер ссылается на Джеймисона и постоянно использует слово «постмодернизм», иногда заменяя свою концепцию капиталистического реализма постмодернизмом. С одной стороны, он с уважительной отсылкой говорит, что я буду использовать его теоретические инструментарии, как делает Джеффри Нилом, в том числе и тоже это заявляет. С другой стороны, предлагая новую концепцию, он использует все те же самые идеи для анализа современной культуры, которые делает Джеймисон, хотя не только он. Он часто ссылается на Жижека, на Деллиоза Гватари, на Дэвида Харми, еще одного марксиста, который писал про постмодерн. Он очень часто подменяет понятие, предлагая вместо капиталистического реализма, термин «постмодернизм». Именно поэтому его теория в том числе может названа быть постпостмодернистской, но которая отличает от других тем, что он, как и Джеффри Нилон, изучает именно капитализм, на что не обращают внимания другие авторы. Продолжение следует... ... Продолжение следует...